Чаще всего для отдыха люди выбирают именно Лазаревский район. Более широкая пляжная полоса, да и подальше от цивилизации. Сейчас половина из всех пляжей, а здесь их 103, находятся в аренде. А значит, они полностью благоустроены. Кто-то сразу берет билет до станции Лазаревская, кто-то выходит по пути, не доезжая до Адлера. Жаркий июнь, теплое море, сезон отпусков уже начался. На пляжные изменения курортники внимание обращают всегда. Это место, ну, молодцы, благоустроили, ну, не знаю, мне нравится. Немножко похоже даже что-то на европейское, потому что, ну, как бы я часто ездила, отдыхала. Есть и душевые, есть и туалеты, вот эти дорожки прекрасные, потому что дальше, вот, который неблагоустроенный пляж, мы вышли, песок, невозможно идти. А здесь молодцы, ну, могу похвалить. Не все, конечно, пляжные зоны выглядят так же, как в якорной щели, но ориентаторы спешат, тем более, все находится под контролем главы. Однако, никакие зонты и шезлонги не заменят самого главного в безопасности. Наличие спасателей медицинского пункта у моря обязательно. К сожалению, не все организаторы детского отдыха ответственно относятся к своей работе. Вот эту группу приезжих детей привели на необустроенный пляж. Вот это вот неорганизовано, прекратите купание, значит, это можно сделать только со спасателями, они ограждают территорию и так далее. Серьезно, вот таких вещей я просто требую, чтобы каждый день выявляли. Халатность в вопросах безопасности недопустима, считает глава города. Детей к морю привозят много, всем рекомендуется купаться только на муниципальных пляжах, в Лазаревском районе их 53. Там есть все для комфортного отдыха. Процентов, наверное, 80 пляжных территорий действительно соответствуют стандартам. Установлено пляжное оборудование, выполнены все меры безопасности, и мы этому радуемся. Но, конечно, есть и те пляжные территории, которые нас сегодня не обрадовали. Я дал всем арендаторам пляжных территорий пять дней для того, чтобы были выполнены все мероприятия, связанные, прежде всего, с благоустройством, с безопасностью. Не только городская среда должны привлекать курортников, ведь чаще всего люди едут в Сочи исключительно к морю. Поэтому пляжным территориям особое внимание. А в поселке Головинка инвестор готов обустроить гостевые зоны, по примеру, территории вокруг тюльпанового дерева, где собирается обычно масса туристов. И делает мини-курорт для семейного отдыха для родителей и детей. Глава Сочи обещал проект поддержать. Елена Овсецин, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.